Девушки отдыхают Это самое главное И это то, что легко потерять А потом сложно купить Решать только вам Если вам от 18 до 65 Вы недовольны своим весом или формами У вас проблемы с уверенностью в своей красоте Тогда примите участие в реалити-телеканале М-Телевизион «Строенное и счастливое» 16 шагов к идеалу Вы можете присоединиться к проекту «Строенное и счастливое» 16 шагов к идеалу в любой момент Справки по телефону 292-16-35 8-917-36-99-999 Добрый день, уважаемые участницы и телезрители Здравствуйте Руслан, скажите, пожалуйста Бывает или приснится сон Ты просыпаешься И целый день ходишь Этот сон, как бы думаешь И тревога возникает Или бывает какая-то ситуация В семье, в работе Тоже создает тревожность В душе Вообще вот Эмоциональную тревожность Смотрите Тревога, с одной стороны Это некоторое возбуждение Связанное с каким-то страхом Отложенным в будущее То есть когда Я опасаюсь чего-то, что еще не случилось То у меня возникает энергия Но разместить я ее не могу Другой вариант Тоже часто распространенный Когда есть вполне конкретные Какие-то наши страхи Опасения чего-то Что происходит Или может происходить В каких-то аспектах нашей жизни В отношениях В чем-то еще Но если эти страхи Я игнорирую Стараюсь не думать про это В общем, вытеснять это С своего сознания То это может потихоньку Как-то просачиваться В какие-то моменты Которые вообще могут Даже не относиться напрямую К той ситуации В которой у меня исходно Вообще этот страх возникает Сказано было еще про сон Сны – это, как говорил Фрейд Королевская дорога бессознательная То есть во сне Наша бессознательная Пытается донести до нас То, что мы не пускаем В свою голову В свое осознавание Во время бодрствования И с этим можно тоже Работать, как-то выяснять Искать, где, в общем Источник твоего страха Тех твоих каких-то переживаний Которые, ну, вытесняются У меня есть такой вопрос Вот что такое интуиция И как научиться ее чувствовать Как понимать И что это такое вообще? Ну, можно назвать интуицией Как раз То самое бессознательное Которое у нас есть При этом логика не поспевает за ним Но вот это бессознательное Может давать Некоторое ощущение того Что стоит сделать Или что может быть Мы всегда с вами говорим О чувствах О том, что у нас внутри И вот в этом случае Это вот следует Какое чувство? Что вот остановить себя Что вот Ну что вот мы должны почувствовать? Чтобы, ну, прислушаться Потому что получается так Что мы иногда же Ну, не слушаем Свою интуицию Здесь важно, в принципе Развивать свою осознанность И, ну, включенность Вот в этот момент настоящую Потому что если моя голова Занята кучей всяких Идей там Про то, как там Все должно быть То вот этот внутренний голос Грубо говоря Который идет из меня Там для него просто нет места Когда в жизни, по работе В личном плане Очень много различных задач И вот мозг пытается думать О всех этих задачах Когда приступаешь к чему-то Как сосредоточиться На какой-то одной задаче Чтобы максимально быть эффективным Чтобы остальные Вот эти воспитающие В главе задачи не мешали Вообще развивать свою, опять же Чувствительность, ну, к границам В том, что я делаю в том числе То есть вот эта ситуация Когда все одновременно В меня проникает Ну, постоянно скачу Это говорит о том, что, ну, вот Я не очень способен разделять Что вот это я закончил И сейчас перехожу к другому Да, то есть мои какие-то Психические границы Они, ну, вот Легко проницаемы Для любого, ну, внешнего фактора Который вот как-то на меня там Поманил там и так далее, да Это один момент А может быть Другая ситуация, да Когда на самом деле То, чем ты пытаешься сейчас заняться Не является тем, что Действительно лежит в поле Твоих потребностей Твоих потребностей, да То есть когда ты Пытаешься заставить себя делать то Что ты вообще-то не хочешь делать Когда пытаться усиливаться В том, чтобы все-таки это делать Это, ну, некоторый такой путь к неврозу Вот, иногда важно сделать шаг назад И разобраться вообще Является ли то, что я сейчас делаю Ну, входит ли в рамки того, что я хочу Или нет Да, может быть Просто затуманилось то исходное желание Которое давало изначало энергию Заниматься вот каким-то этим делом А как можно бороться с внутренней агрессией? Ну, например, вот возникает вот агрессия Вдруг откуда ни возьмись Раз внутренняя агрессия появилась, да? Вот что вот сделать? Ну, можно взять паузу, да? То есть для того, чтобы как-то не ломать дров, да? В моменте Но опять же, пауза только для того, чтобы разобраться А на что вообще эта агрессия возникла? Если она возникла, значит, она для чего-то нужна Вот И важно тогда выяснить И если ты это уже смогла выяснить Тогда ты можешь поискать какую-то форму Как, в какой форме это можно выразить, да? Использовать эту агрессию для того, чтобы Ну, что-то изменить, улучшить в тех отношениях, в которых она возникла Но на самом деле проблема-то возникает в отношениях только тогда Когда я свою агрессию вываливаю, например Но в такой форме, которая разрушает отношения Вот А если эту энергию использовать, ну, более конструктивно Тогда она из разрушительной превращается, ну, в то, что позволяет Ну, как-то эти отношения, да, созидать, выстраивать, улучшать, развивать То есть обязательно надо, получается, задуматься, да? То есть в себе покопаться, откуда она взялась То есть не забыть про неё, не копить в себе её Да, потому что это, естественно, потом может как... Да, если я один раз подавил, проигнорировал второй, третий То потом, ну, рано или поздно она уже прорвёт все блокады И не факт, что в том месте, где это было бы уместно Спасибо Спасибо большое Спасибо Сегодня наши участницы будут учиться дефилировать с различными аксессуарами Это буа, это различные мунштуки, клатчи, перья Это очень женственный образ, но он требует очень большой уверенности в себе Наши участницы уже за время проекта, я думаю, что уверенность в себе получили И теперь осталось только это выплеснуть на дефиле Дефиле с аксессуарами требует определённой сноровки Если это перчатки, мы можем обыграть таким образом, либо же поднести к лицу Если у нас с вами роскошное перо или кокетливая шляпка В конце точки можно сделать акцент, зафиксироваться и уйти Если буа, то же самое мы эффектно накидываем на плечо Или же не спадает вниз Точка фэшн И уходим Я думаю, что у наших участниц сегодня всё получится Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну что ж, дорогие участницы, я вами сегодня очень довольна Но определённый дресс-код требует определённых манер Определённого поведения и определённой подачи себя Поэтому я думаю, что такие дерзкие образы нужно примерять и в обычной жизни Потому что мужчинам нравятся роковые красотки Аплодисменты На этой неделе в секретной своей красоты и стройности делится Шакира Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Шакира Изабель Мибара Криполь Известна как певица и танцовщица колумбийского происхождения Шакира – автор песен и музыкальный продюсер Основа её диеты – существенное ограничение жиров и простых углеводов в ежедневном рационе Противовес им сложные углеводы, овощи, а также фрукты и ягоды Завтрак Полстакана йогурта без добавок Зелёное яблоко, два плода киви и персик Обед Салат из отварного шпината и помидоров Филип курицы на гриле либо в духовке Порция салата из фруктов Спагетти с овощным гарниром Биштекс из говядины Стакан компота и порция тыквы Ужин, брокколи, томаты, чечевица Порция фруктового салата Густой овощной суп Зелёное яблоко Желе из ягод и фруктов Персик Лего Feel how the planets become one Puts like a drum To dance the rhythm Hear the whistle Kick the ball The entire world Swords like an eagle In Rio we play Like we dance Only today There's no tomorrow We're all behind In this place There's no space for fear or sorrow This time for Africa Субтитры сделал DimaTorzok